Всем привет! Команда Jeep Custom подготовила для вас по традиции новый календарь Jeep Render Club 2020 год. Стоимость календаря 1000 рублей, от 1000 рублей. Купить его можно будет у нас, ссылка ниже. Все средства, выдачные за продажу этого календаря, пойдут на помощь детским добром. Вот такой вот календарик. Покупайте, помогайте. Всех с новогодними праздниками! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, что мы собрались? Значит, хотим рассказать вам про еще одного главного героя наших покатушек. Зовут парня Валентин. Вот, да. Вот он, он машет. Здрасте. Вот. Ну, собственно, расскажи про себя, про машину. Да, ну, на самом деле, к этой машине я, конкретно к этой, это уже второй рэнк из тех, кто мы, которые были. Вот. Хотелось просто большой. До этого был коротыш, я на нем поездил, и не очень мне все это понравилось, на самом деле. Ну, и коротком не понравилось? А почему? Вообще не понравилось. Ну, как, понравилось, но такое. Потом я пересел на BMW, на шестерку. На длинную, да. Ну, слушай. С одного на другое, да, слез. Ну, и как шестерка в лесу? В лесу никак. Она даже зимой иногда никак. Вот. И потом уже так сложилось, что получился вот этот. Вот этот. Слушай, ну, а все-таки почему вот коротыш не нравится? Он же, по идее, у него база короткая, там, знаешь, он легче. Ну, учитывая, что тогда я особо не ездил по оффроду, а ездил только по городу, он, конечно, такой. Он прикольнее был. Ну, и, собственно, наверное, все, что я могу было сказать тогда. Для оффрода, конечно, наверное, лучше коротыш. Вот, слушай, ну, а ты вообще вот внедорожники, как, ну, до рэнгов, как были у тебя там, на чем-то ездил у других? Ну, такие, чтобы вот прям там ездить там по лесам, и вот как мы ездим, нет, таких не было. Как-то сразу к рэнгу все пришло. Понятно. Слушай, ну вот расскажи, ты вообще вот, ты же вообще путешествуешь, правильно, на машине гоняешь? Не только ты, по-ближнему Подмосковью. Да. Я ездил в Сибай, Краснодарский край, в май как раз. Там так по горам немного покатались недельку. И такое, как большое путешествие у меня было. Я ездил в Мурманск, в Териберку, почти на, ну, там, чуть меньше трех недель у меня получилось. Вот, я ездил один, совсем. Ну, как бы, вопросов у меня не было абсолютно. Машина прекрасно совсем справилась. И с тундрой, и с долгой дорогой. Никаких вообще, ни нареканий, ничего нет. Ну, то есть, ты в Териберку поехал вообще один, один на машине, один в машине. Да. В одного, и своим ходом. На машине жил один. Не автовозом, ничем, да? Нет, своим ходом абсолютно прекрасно. Я доехал за 32 часа. Блин, нет. А у тебя мотор тут какой стоит? 3,6 стоит. Бензиновый, да? Бензин, да. Ну, и как вот по трассе у тебя расход на нем? Ну, если ехать максимум 110, ну, литров, наверное, 16-18, вот так. Ну, немало. Это на каких колесах ты ездил? На 35-х я ездил. На 35-х у тебя эти экспедиционные? Ну, да, это боевые. На каждый день, да, другие, так. Понятно. Слушай, ну, а жил ты где? В тачке или где-то ночевал? Большую часть я ночевал, я снимал там, какой-то типа домики там начали строить. Пара ночей, да, в машине. Ну, и как бы все ночи, потому что я и выезжал снимать сияние ночью. И, соответственно, большинство времени я проводил в машине. Понятно. Так, ну, и как она тебе вот в плане дальних перегонов? Как обычная машина. Нормально, да? Не задувает нигде, так говорят, там ренги задувают через крышу, через лабаш там. Да нет. Ну, шумновато немного, но музыку погромче сделал и нормально. Ты же вот осенью, правильно, ездил? Да, с ментября. Уже холод там было достаточно? Там, да. Ну, как бы у нас еще было тепло, там было, да, я когда уезжал, уже снег шел там. Уже лежал в тундре, снег лежал. Понятно. Слушай, а вот расскажи, у тебя тачка такая, вот она интересная, она вся в этих... В надписях Харли Дэвидсон. А с чем вообще связана? Ну, прямую с Харли Дэвидсоном. А почему? Можно, конечно, догадаться, что либо ты их любишь, либо ты еще и на них ездишь. Да, я их и люблю, и езжу уже очень много лет, и, наверное, мои дальние путешествия начались все-таки с мотоциклов, а не с машин. И сейчас продолжаешь, да, кататься? Ну, как стараюсь, летом хоть раз куда-то там прям далеко выезжать. Ну, в основном, это, конечно, Европа, потому что по России на мотоциклах ездить тяжело. А почему? Потому что дорог нет. Дорог нету? Да, выезжаешь куда-нибудь и все. А федералки вроде сейчас нормальные такие? Ну, федералки более-менее, а дальше-то, а дальше хуже. Ну, а как, кстати, когда на мотоцикле едешь по трассе, народ воспринимает, видит тебя там, или пропускают, не пропускают? В городе или... Ну, вообще, в городе, в провинции. Ну, сейчас очень это как бы стало... Если раньше это было прям совсем там, ой, вы там мотоциклисты нехорошие, то сейчас как-то все уже начали более-менее нормально в кругу трубу относиться. Я понял. Слушай, ну вот, расскажи, вот внешний вид у тебя тачки тоже, народ пишет, что это вообще за покрытие, почему она ржавая, это естественная ржавчина, или сами сделали, почему он поржавел так быстро? Очень много, да, кто, я даже когда ездил, на заправках подходили такие, типа, ой, что он у тебя ржавый такой, ой, это краска, это краска, он не ржавый. Это покрытие Z-Pro, по-моему, да, и всем, да, всем всегда хочется поковырять его. Ржавчина, да, нарисованная аэрография, поэтому нет, ну, тут есть некоторые места, где он по-настоящему ржавый. А как, подожди, она была сначала другого цвета, то есть, как вообще процесс покрытия? Вообще она была черная когда-то, когда я ее купил, она была в такой очень странной пленке, вот пленку сняли и сделали так. А как, сначала Z-Pro наносится, да? Сначала наносили, то есть, вот, Z-Pro, да, а потом сверху уже аэрограф рисовал, вот эти все потеки, ржавчину. То есть, это по покрытию уже, да, сверху? Да, по покрытию рисовали. Вообще, расскажи про тачку, что это тут за конфиг, что установлено, там, какие колеса, моторы, лебедки, раздатки, мосты. Хороший вопрос, да? Да. Ну, расскажи что-нибудь, на подъемник там подымем, может, Денис там потом подскажет. Сейчас 37-е стоят, лифт вроде последний мы делали, что-то дюймов на 5 вроде, поднимали его еще. Ну, лебедка стоит. Фонарика в кучу. Фонарика в кучу, да? Фонарика, да, фонарика. Фонарики у тебя яркие, да. Ну, а планируешь вообще дальше что-то изменять? Вот у нас сейчас 37-е с 5-дюймовым лифтом. Планируется нечто грандиозное, но пока я не буду говорить, что. С ней? Нет, не с ней. Ну да, ты не рассказывай. Я тоже знаю, но ты не говори никому, да. А с ней, если про нее, то, наверное, если та грандиозная штука получится, то это станет больше к экспедициям. Таким дальним прям. Надо будет бак, скорее всего, большой ставить. Потому что это, наверное, единственный минус, который был за поездку, это что бак маленький. Ну да, если... Ну, при расходе бак маленький. Да, сколько тут бак? По-моему, 80 литров было здесь. Ну да, 80, если жрет 16, вообще за подсходами не мойный. Я вез с собой, у меня в канистрах еще 100 литров было. На крыше вез? Ну, туда, внутри вез, обратно на крыше. На крыше у меня одна канистра лопнула. Лопнула? И растеклась, да? Ну да, я там переезжал в брод, и немного потрясло. Я вылез проверить, чувствую, воняет. Пришлось очень быстро снимать все с крыши и выливать ее в бак. А он на 95-м или на 92-м ездил? На 95-м ездил. На 95-м ездишь? А многие 2-й льют. Ну, я знаю, что многие льют 2-й, но как-то начали вылить в него 95-й, когда купили. Так я и продолжил. А так особо ничего, штука для навигатора есть. Кнопочки, вот там, плос, что-то я заказывал. Это за... где что? Вон, белый. Видишь, кнопки внизу. А, ну вот. Это для навигатора? Нет, это свет, и, в принципе, на него можно программировать, если что хочешь. Вот эти все кнопки, они программируются, и ты можешь что угодно на них вывести. Сейчас там вот эти фонарики на лобовом стекле и задний тоже на него. Пока остальные кнопки свободны все. Сзади ничего. А тут кто этот стандарт? Коврики только, да? Какие-то коврики модные, да, да. А, ну и компрессор у меня прикручен внутри. Смотри, ну, откройте, скажи. Ну, у тебя тут набор юного путешественника. Ну, да, канистры валяются. Ну, это беркут. Без ресивера? Да, без. Ну, я решил не занимать место ресивером. Потому что надо, допустим, тоже 37-ое колесо какого-то там небольшого ресивера, ну, на одно хватит, а дальше он все равно будет качать ресивер. Это уже верно, это масса лишняя. Я решил не занимать место, да, и вес опять же. Понятно. А блокировки у тебя здесь какие стоят? Штатные. Штатные? Штатные эти елокеры. Зачем сейчас только света? Захотелось. Да, прикольно. Да? Сейчас они, по идее, должны начать менять цвет. А, они цвет даже меняют сами, да? Они меняют сами цвет, да, и пока он их меняет, можно нажать кнопку, и он остановится. На том свете, на который остановится. Бампер силовой стоит, да? Лебедка варновская. О, покажи свой пульт от лебедки. Самый крутой пульт, который я видел. С дисплейчиком. Так, а что им вообще делать? Зачем он такой нужен? Я не знаю, я не читал инструкцию, но тут вроде как можно даже какой-то свет на него подключить. Еще что-то. Надо включать лебедку, открывать капот. Ясно. Слушай, а у тебя тут лонги установлены, да? Да. Ну, как, кстати, вот ты когда перешел, есть ощущение, там, на трассе валки-невалки становятся? На лонгах или, там, на бездорожье, как он лучше вообще? Ну, я особо, честно сказать, разницы не заметил. Но по трассе он, наверное, за счет подвески стал намного лучше себя вести. Вот этой, которая сейчас стоит. По трассе он идет, вот там, 130, 140, там, 160 он может разогнаться, но это его максимум. И он, как бы, едет прекрасно. Только что не на этих колесах, конечно. Амортизатор у тебя стоит, в каком положении катаешься? В каком-то, да? Как в каком-то, да? В каком-то. В каком-то, ребята. Не переключил ничего? Нет, мне как их поставили, ребята, так я и ездил. Ну, я на них, так мы далеко... А, нет, в Питер я ездил. Да, в Питер ездили мы когда, как раз к ребятам. А, когда вы ели кетчуп, да? Да, да. Когда вы ели кетчуп. Мы очень долго ехали туда и очень быстро приехали обратно. О, у тебя тут защита красивая, алюминиевая, да? Защиту, да, делали. Пары тоже светодиодные. Кстати, как вот светодиодная оптика светит? Отлично светит. Нормально? Да. А пороги это? Пороги это наши. А? Наши пороги. Что? Железные наши пороги. А, металлические, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Повествуй, что там, что с мостами делали? Здесь стоят 44-е мосты. Да. Внутри стоят трубы усиленные. Здесь эти штуки усилены. Поворотные какие-то. Гулаки или какие-то называются. Что-то, что-то, короче, поворотное усилено. Да. Усилено вот это крепление. Вот это вроде у нас стоит, как-то фоксовский. Крышка вот еще какая-то черновая. Красивая. Плюс 5 к проходимости, да? 10 все сразу. Защита стоит. Слушай, защита вообще мощная, классная. Прям нравится. Кастомная защита. Джипкастомная? Джипкастомная, да. Джипкастомная защита. Вот. Ну, стаб размыкаем механический. Вот стойки. Вот одна стоит, а вторую снять. Это тюнинговая запчасть, да? С завода стоит целая, да? С завода целая. Этот тюнинг. Своими руками делал. И выхлоп здесь переделанный. А, выхлоп у тебя крутой стоит, да? Ну, тоже. Джипкастомный выхлоп. Он обрезан заканчивается вот так. Банки последние нету, получается? Да, последние банки нету. И вот эту банку вроде тоже меняли. Вот тут гугл сюда вредали. Ну, звук как поблагороднее стал? Да, поинтереснее, чем был. Слушай, ну, тачка часто ломается. Что с ней происходит там, может, коробки, раздатки, мосты? Да нет, ничего такого. Была проблема с блокировкой передней. Она не выключалась. Она включалась, но не выключалась. Ну, все вроде сделали. Так, чтобы тачка встала, не довезла. Было такое? Нет, такого ни разу не было. Всегда своим ходом приезжал, своим ходом выезжал. Слушай, а он, по сути, глянь, ЖК, глянь, у него там, справа, этот бак получается, да, он как с рамой, как-то, почти флоская. Ну, да. Этот бак тут, ну, так, видно, что он, а по что-то бился. Ну, это бак-то там внутри, тут еще защита. А тормоза не менял в родные ставят? Тормоза, да, родные. Хватает их? В принципе, нет. Может, конечно, хотелось бы что-то получше, но не критично. О, кстати, вопрос вспомнил. А пары у тебя тут? Какие ставят? 4,88. Так, хватает момента? Да. Не жалуюсь. Ну, а если это, тут же, если Рубикон, тут 1 к 4, да, раздатка? А на трассе нормально, где-то подгонять. Тачка-то тяжелая, колеса большие. Ну, так что прям проблем с тем, что я там не мог кого-то обогнать. Не было ни разу. В принципе, хватает вполне. Ну, а расскажи, есть у тебя супруга, девушка? Нет. А нужна? Нет. Не нужна? Зачем мне девушка, если у меня такая машина есть? Может, найдем тебя совместно там, нет? Не ищу, спасибо. Калитка, я смотрю, у тебя, да, на этой, на запаске? Калитка, да. Ну, надо было повесить куда-то, это огромное колесо. Как, оно не провисло? Вроде нет, а... Ну, единственное, когда 35-е висит, оно нормально. Вот 37-е и 3 подвора, они уже лежат здесь. Да, то, что открыть тяжело. Места никаких она нету, да? Здесь цепляется. Ну, что, куда ты в следующий раз на них поедешь? Ну, вот, вроде в Осетию собираются в мае. На майские, да. Тоже по пряжку? Очень хочется. Думаю, что да. Своим ходом? Конечно. Я точно своим ходом поеду. Не знаю, как остальные, я своим ходом поеду. Да многие-то, многие-то... Чуть до Осетии ехать, до Владикавказа полторы. Да полторашку за день можно проехать. Да, беспокойно. Там по М4, по сути, раз. А что, прицеп возишь? Мысли, планы. Ну, один раз возил прицеп, больше не вожу. Но, кстати, если его под экспедицию делать, может быть, будем или прицеп собираем. Тоже такие мысли. Дом на колесах? Ну, да, как прицеп. Ну, и тема, да. Поэтому надо быть на молодежку куда-то... Чтобы вот такого больше не было. Видел, я смотрел, у американцев есть короче прицеп. У него там, получается, 4 колеса. Там, в ней, ну, такой, в ней даже брюдер, помню, что-то называют. Это австралийцы. Австралийцы? Австралийцы. Вот они в инстаграме везде пиарят. Это австралийцы. Тема. Он очень дорого стоит. Ну, там 200 тысяч, что ли, 150 долларов. Что-то такой, подпорядок был такой. Я смотрел у них на сайте со всеми там конфигурациями, которые там есть, можно выбрать. У меня получилось что-то в районе 40 тысяч долларов прицеп. Вот этот прицеп, по сути, он реально тяжелый. И ты на бездорожье с ним уже не заедешь. Там плод нереальный. И вот так вот это тоже. Мне тема тоже манит, нравится. Знаешь, тут кемперы все эти. Но мне как-то больше грузовички нравятся. Вот когда грузовичок, кемпер. Ну, если где-то там по нашей стране путешествовать, такие типа Териберфи или еще что-то, там особо-то бездорожья нет. Это как бы тундра. Там единая, там камни. Глубокую тундру, ты все равно не поледешь. Ну, понятно. Ну, что, спасибо. Зимой когда кататься будешь? Соберемся, так и будем. Прошлые поехали выходные. Да, конечно, сейчас лед ловить там нефига. Все замерзло. Ладно, чтобы снег был. А у нас снега-то нет. Сейчас только машины кончать. Сейчас поехали. Там лед, он уже толстенный, он все равно не тает. Смени нет, он просто хватает. Как будет более-менее погода, как поедешь? Ясно. Ладно, все, спасибо. Спасибо, что приехал и расскажу. Ну, давай. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»